Всем здравствуйте! С вами снова я, меня зовут Ирина. И наша следующая с вами тренировка это стретчинг. Мы будем растягивать с вами все тело. Я постараюсь вам объяснять так, чтобы вам было все понятно. Напоминаю вам, что у нас нет быстрее, выше, сильнее. И если у вас что-то где-то не получается, ничего страшного. Просто дайте своему телу время и следите за результатами. Старайтесь заниматься циклично, не бросайте тренировки. Надеюсь, что вам понравится. Ну что, а мы начнем. Многие поставьте на ширине тазов к костей. Сделайте глубокий вдох. И выдох. Настраиваемся на тренировку, настраиваемся на работу. На работу настраиваем свое тело и мысли. Сделаем вдох. Выдох. И снова вдох. И выдох. Вдох. Вытягиваемся за руками вверх в потолок. Стопами упираемся в пол. Представьте, что ваши ноги, как корни деревьев, врастают в пол. А ваши руки как будто привязаны к заверевке. Тянутся куда-то. Выснись. Растягиваем позвоночник. Вытягиваем ребра. Растягиваем ниженые мышцы. И выдох. Растягиваемся вверх. Снова выдевались вверх. Как можно сильнее. Как можно выше. И выдох. Сейчас опускаемся вперед. Добрыми без пол. С ровной спиной. За руками вперед. Тазу тянемся назад, копчиком вытягиваемся вверх. Почувствуйте, как тянется задняя поверхность ног. Опускаем руки вниз. И медленно, склонно спиной, раскрываемся. Звонок за позвонком, колени можно чуть-чуть загнуть. Крепчами назад, делаем вдох. Повторим еще несколько раз. Вперед, до параллели с полом. Вытянутся, замка вперед. Встремимся к копчику вверх. И вниз. Мышцы жмотка тянутся вверх. Вдох. Отлично. Итак, берем себе сейчас лучезапястный замок. То есть мы берем себя левую руку и за правое запястье. Удерживая таз ровно, наклоняемся налево. Вытягивая правую руку в сторону. Старайтесь удерживать себя на фронтальной плоскости. На центр. И на другую сторону. Наклон. Вытянутся. Поменяйте себя в запястье. И еще раз. Правая рука запястье. На центр. И левая рука запястье. Дышите ровно, спокойно. В растяжке механины. Очень важно. И на центр. Выдох. Крой плечами назад. Дальше. Сейчас опускаемся вниз. Я выберусь колбом, чтобы вам было больно. Опустимся вниз через рот. Опустились вниз. И сейчас, внимание, положите руки туда, где вам комфортнее. Это может быть сантиметра 10 от пальцев ног. Это может быть прямо на пальцах ног. Это может быть на поле. Зависимо от того, где у вас сейчас находится ваша растяжка. То есть от вашего положения. Итак. Не стесняйтесь. Ну что ж. Положите руки туда, где вам комфортнее. И сейчас по одной ноге мы будем сгибать. И разгибать. Затем вторая нога. Смотрите, у кого не получается удерживать руки на полу. И при этом удерживать колени ровными. Согрительно. Смотрите. Из положения согнутых колен мы делаем наоборот. Мы стараемся выпрямить колена настолько, насколько у вас это получится. Если так не получается полностью выпрямить, ничего страшного. Все придется вверх. Вытягиваем. Для тех, у кого получается удерживание ноги ровными, мы наоборот. Сгибаем колени. И разгибаем. Вы чувствуете, как растягивается колено и сухо-ширя. Сзади поверхности. Возможно, у кого-то сейчас включаются и как можно мышцы. Я река расстроена. Ровный колечек направлен вверх. Хорошо. Сейчас возьмите себя за щиток. И потяните грудной клетки и порежьтеся с бедра. Не опускайте голову. Удерживайте взгляд направленный. Чувствуем натяжение задней поверхности. С круглой спиной. Возвращаемся в исходное положение. Круглые щели назад. Ну что, сейчас положимся с вами наоборот. Поставьте номенажки для тазовых костей. Поднимите сейчас правую ногу. Возьмите себя за щекотку. И положите эту ногу себе на колено, на бедро. Или на сгибе позабедренного сустава. Там, где вам будет удобнее. Согнутое колено, которое сейчас у нас на лицо, мы отталкиваем от себя. Второе колено направлено ровно в потолок. В яснице удерживаем. Логулки плечи всего прижато к полу. Если у вас искаживает нога, вы можете придерживаться ее в голове. Дышим ровно, спокойно. Чувствуем легкое раскрытие тазоведренного сустава. Замечательно. Сейчас поднимите ногу, оторвите ее от гола. И подтяните к себе. Пробой включается задняя поверхность бедра. Возьмите себя сверху за колено. У кого нога находится на бедре или на колено, вы можете провести руку через ногу и взять себя сверху. Подтяните ногу к себе. Чувствуем, как растягивается задняя поверхность бедер. Возьмите себя за колено или за бедро. И попробуйте выдолкнуть мято в потолок. Посидите носок до себя. Чувствуем, как тянется. Канношные мышцы под колено с умножением. Смотрите, если вы можете больше, вы можете попробовать потянуть ногу чуть-чуть к себе. Если она вот чуть-чуть сгибается, ничего страшного. В такой момент не стоит тянуть ногу к себе, если у вас открывается поясница. Поясница должна оставаться на пол. Пахташевский момент. И плавно медленно опускаем вниз. Опустите ногу. Можно ее выпрямить. Немного повибрируйте ногами. Нараблизуемся. Аккуративая нога. И снова согните ноги. Хорошо. Второй мемор. Ложите туда, где вам комфортнее. С кем-то замедленным суставом. Бедро или колено. Колено. Стопа на полу. Колено направлено в потолок. Колено на весу. Отводим в сторону от себя. Чувствую мягкое вскрытие дезодельного сустава. Если она оконсается к конца, то вы можете всегда ее удерживать. Придерживать суставу. Замечательно. Поднимите ногу вверх. Отторвите ее от пола. Подтяните себя. Возьмите себя за колено. И проведите ногу. Руку через ногу. Возьмите себя вверх. Отлично. Чувствуем, как растягивается задняя поверхность бедра и ягодицы. Поднимите ногу вверх. Носок потяните на себя. И если получается, то можно чуть-чуть потянуть ногу к себе, не отрывая поясницу от пола. Не обязательно оттянуть ногу слишком сильно на себя. Потому что с тобой может свести. То есть какое-то среднее положение вы себя выберете, чтобы вам было комфортно. У многих из вас сейчас может быть емко и вибрация в ногах. Это нормально. Замечательно. Подтяните снова на бокселе. Опустите вниз. Опускаем ноги, вытягиваем. И немного повибрируйте ногами. Хорошо. Мы все еще продолжаем работать с вами. Идти позиции для вас. Итак. Поднимите ногу вверх. Правый. С внешней стороны. С внешней стороны. Возьмите себя сам коленом. Раскройте ногу. Раскройте руку. С этой же стороны. Правая нога, правая рука. Опустите ногу вниз. Лево мягкое скручивание. Нога прямая. Вторая нога тоже прямая. Плечи, лица, вставки плотно прижатки к полу. Дышим. Чувствуем потяжение вверх. Чувствуем вверх части груди, плечом. Ну, и, конечно же, бедра. Дышим, дыханием. Ровно, спокойно, стабильно. Возвращаем ногу в исходное положение. Помогите себе умой. С внутренней стороны берем себя за эту ногу. Раскрываем противоположную ногу. И попробуйте сейчас отвести ногу в сторону. И если получится, прямой положите ее на пол. Наша задача удержать противоположную ягодицу на полу. Она должна быть прижата. Следите за этим. Если у вас не получается положить ногу на пол, ничего страшного. Пусть она будет немного на лесу. Главное, что ягодица осталась прижатой ног. Дышим. Вдох носом, выдох ртом. Каждый раз на выдохе как бы вниманием направляем дыхание в область, которая растягивается. Чувствуем большее расслабление, соответственно, и большее растяжение. Возвращаем ногу в основное положение. Семье колено. Завнимаем, опускаем вниз. И вторая нога. Поднимаем ногу вверх. Выдем. С внутренней стороны держимся. С внешней стороны держимся. Зам колено. Разрываем. Этой же ноги. Левая нога левого ногу. И опускаем вниз. Удерживаем плечо на полу. Взгляд. Смотрите, взгляд может быть либо в противоположную ноге сторону, либо в нейтральное положение, как бы я в потолоку. Возвращаемся к внутренней стороне. С внутренней стороны берем себя за колено. Раскрываем плечо положение. И опускаем ногу на пол, настолько, насколько у вас это получится. Если нога на данный момент у вас будет на лесу, ничего страшного. Главное удерживать ягодицы. Прижатый пол. Замечательное возвращаем его в исходное положение. Подтягиваем колено к себе. Держимся за колено. И мелько поднимаемся наверх. Разворачиваемся. Вытягиваем ноги вперед. Делаем глубокий вдох. И на выдохе, внимание, складываемся книжкой. И тянемся нижней частью живота к передней поверхности бедра. Очень большая ошибка, когда мы с круглой спиной с вами складываемся и тянем все пол. Колено тянуться нужно нижней частью живота к передней поверхности бедра. Только в том случае, когда вы достигли цели положения живой награды, вы можете полностью опустить стены. В том случае, когда вы достигли цели положения живой награды, вы достигли цели. Руки через сторону вниз. Хорошо. Сейчас. Раскроем ноги. Поширим. Колени оставьте собудры. И надавите локтями на колени. Как бы расталкивая колени от себя. За макушкой вытягиваемся вверх, правую спину и вытягиваем грудную клетку. Держим свое положение. Держим свое положение. Сейчас правой рукой тянемся к правой степи. Левую руку поднимите вверх. И уберите назад. На полосницу. Если получается, вы можете опустить руку на лопатки. И как бы вытолкнуть грудную клетку. Больше раскрываете грудную клетку. Больше вытягиваете плечо назад. Посмотрите вверх. Следите за противоположным коленом. Не давайте ему закрываться. Старайтесь как бы усилием расталкивать. Решим дыхание ровно. Спокойный вдох. Носок. Выдох. Внимание. Внимание. Возвращаем руку в исходное положение к себе вперед. И вытягиваем правую ногу. Оставляем руку на том же самом месте. Наклон. За левую руку и направо. Параллельно стопе. Мы вытягиваем с вами сейчас боковую часть корпуса. Межреберные мышцы. У нас нет с вами цели коснуться носка. Параллельно, когда дверь не имеется. Вот сейчас можно сделать вдох. И на выдохе, если получается, можно попробовать вытянутся за рукой глубже и коснуться ладони носка. Смотрите, чтобы у вас рука была не перед собой, а наоборот больше раскрывайте. Больше раскрывайте груды. В противоположных коленах расталкиваем назад. И втягиваемся. А я напоминаю, что если у вас не получается сделать глубже, сделать больше, ничего страшного. У каждого из нас свой уровень растяжки на данный момент. Обратите внимание, на каком уровне вы находитесь прямо сейчас и сравните с тем, что будет через месяц, и ваши результаты вас приятно удивят. Левую руку тянем к левой ноге. Вытягиваемся за рукой и вперед. Расталкиваем правое колено. Вытягиваемся вверх и за рукой. И убираем ноги назад. Можно пояснить, можно на грудную, на лопатке. Выталкиваем грудную клетку. Раскрываем больше. Еще раз. Раскрываем. Подтягиваем ноги назад. Смотрим вверх. За рукой тянемся вперед. Тянемся. Возвращаем ногу в исходное положение к себе. Выпрямляем сейчас левую ногу вперед. Правое колено расталкиваем назад. Тянемся ладонью больше. И наклон параллельно с ногой. Сейчас будет как раз садимся к локам. Ручше было высоко. Много легкарится сейчас. На. Очень бы мне хотелось сейчас вам задать вопрос, какие вы можете у вас сейчас делать. Делаем глубокий вдох. И если получается, на выдохе попробуйте коснуться рукой и носка. Обратите внимание, противоположная ягодица должна оставаться на полу. Дыхание глубокое. Вдох носок. Вдох. Вдох. Больше раскрываем грудную клетку. Смотрим через грудную клетку. Замечательно. Согните ногу. Расталкиваем локтями в колени. Вытягиваем грудную клетку вверх. За макушкой вытянулись. Сейчас, внимание, попробуйте раскрыть ноги чуть по шее. И из этого положения мы полностью с вами раскрываем ноги. Переведите клетку в положение вверх. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно чуть-чуть приподняться и немного отвести таз назад. Сидим максимально ровно. Носки тянем на себя. Сейчас наклон направо, но и как раз уже к носку полностью. Если у вас не получается полностью дотянуться до носка, ничего страшного. Держитесь вот в таком положении. Главное, чтобы ваша рука не перед вами, а наоборот назад. И больше раскрываете корпус. Чувствую, как тянется все-все. Разворачиваем корпус. И грунтой клеткой потянитесь к плене поверхности бедра. Достаточно такое сильное утяжение области слуны. Убаку дышим. Обратите внимание, что каждый раз, когда вы выдыхаете, у вас опускается в каждом разом все ниже и ниже. не сопротивляетесь. Опускаетесь ниже. И на другую сторону. Наклон налево. Старайтесь контролировать в момент отрывания бедра от пола. То есть она должна быть прижата. Если бедро отрывается, просто не касайтесь носка. Значит, пока еще рано. Глубоко дышим. Следуем за желанием и телом. Чем больше увереннее вы будете дышать, тем больше вы ускорите результат. Старайтесь сильно не напрягать себя. Тело слышит дышите. Сейчас разворачиваем бонус. И станем вся грудной веткой в передней больности. Если не больше, это вытянуто, ничего страшного. Содержаемся в этом положении и дышим. Выдох. Опускаемся ниже. Снова вдох. И вдох. Держим другую сторону. Снова раскрыли. Наспуске, когда тянем себя. Раскрываем суставы. Разворачиваем. Таз. Итак, внимание. Поднимаемся сейчас наверх. Естественно, вперед. Складка с раскрытыми ногами. Положите руки перед собой. И потихоньку двигаемся вперед. До первых болевых ощущений. Как только вы почувствовали боль. Это может быть в водящей мышце. Это может быть в паку из ухожилия. Это может быть в области спины. Остановитесь. Дышим. Выдох. Вдох носом. Выдох ртом. Постепенно, прям по сантиметрам, двигаемся вперед. Не забываем дышать. Контролируем ощущения в теле. Не заставляйте себя страдать. Все делаем на уровне возможного. Дышим. Выдох. Положение остыка. Вы можете развернуть, чтобы если у вас получается. Это даст вам дополнительное натяжение, приводящее мышц. Приводят. И если не получается, вы можете опустить свой вниз. Дышим. Дыхание ромное, спокойное. Я хочу раз напоминать, что от громкости вашего дыхания зависит успех и скорость вашей растяжки. Вы расслабляйте. Вы расслабляйте. Через расслабление. Выдох. Надеюсь, вам сейчас так же было хорошо. И так. Как мы возвращаемся из этого положения? Вести вен. Вот такими пошагами в движении. Аккуратно. Мы возвращаемся на центр в положение силы. По одной ноге. Мы собираемся. Руки убираем под колени. И с круглой спиной оттягиваемся назад. Максимально круглая спина. Раскруть позвонок хитин, позвонок лоб, позвонок лоб. И вытягиваемся круглой ногой вверх. Замечательно. Заживайте ноги сейчас в лапочку. Опустите колени вниз. Раскройтесь. Хорошо. И нам нужно сделать компенсирующие упражнения. После раскрытых заберемых суставов вы должны их закрыть. Следующее упражнение будет асана. Это асана из йоги. Что нам нужно сделать? Мы подтягиваем правое колено. Вперед пятку к спе. Левую пятку заходим. За правое ведро. Колено на колено. Две стопы у нас должны быть свободными. То есть мы как бы закрылись. Вы положили колено на колено. Если сейчас вы находитесь вот в таком положении, то ничего страшного. Главное, чтобы вам было комфортно. Дышим. Дышим. И поменяем ногу. Меняем сторону. Левую пятку к себе. Правую пятку заходим за левое ведро. Опускаем колено на колено. Спина ровная. За моток. На колено. В первые разы немного дискомфортно, но в дальнейшем вы будете наоборот чувствовать приятное положение. Итак, закрываемся, точнее раскрываемся. Разворачиваемся. И ставим правую ногу перед собой. Классический планч. Пятку ставим перед коленой, таз выправляем вниз. Очень важный момент. Смотрите, ваша пятка должна сейчас оказаться на одной линии с коленой. Не так. Либо одна линия, либо пятка чуть-чуть вперед. Держимся. Положение ровное. Руки можно положить себе на пояс. Кто хочет усложнить, пожалуйста, позывай. Вдох. Направляйте таз вниз. Делаем выдох. И выдох направляем в область. Та место, которое вы сейчас чувствуете больше всего. В моем случае это передняя поверхность ведра. Левая нога. Левая нога. Делаем глубокий вдох. И с каждым выдохом проваливаемся все глубже и глубже. Вдох. Хорошо. Сейчас выклонитесь на ноге. И подержитесь в таком положении. Ваша нога должна оказаться между руками. Вдох. Вдох. Сейчас дальнюю ногу. В моем случае это левая нога. Оставьте на носок. И попробуйте выбрямить две ноги одновременно. Вдох. ногу. Пяткой вытянитесь в пол. В грудной клетке можно потянуться вниз. Попробуйте развернуть таз так, чтобы две воздушные кости у вас были на одной линии, а воздушная кость, которая сейчас у нас открыта, в моем случае это левая, мы направляем больше в пол. Для того, чтобы у нас не было так, мы разворачиваем. Потяните носок на себя из-за этого положения. Опустите вниз. Старайтесь удерживать спину ровной, то есть настолько, насколько у вас вы получите. А если вы не достаете до пола, такое возможно. Вы можете использовать боксы или, например, кинги. Хорошо. Из-за этого положения опустите колено вниз. Опустите стопу. И уходим в компенсацию. Мы оттягиваем нас назад. Подтяните немного ногу к себе. Так, чтобы у нас на забыдерный сустав и колено оказались на одной линии. Глазом тянем на себя ногу стараемся полностью выправить. И кроме пленки делимся в передней поверхности. На этот раз мы оттягиваем с вами подколебные сухожилия заднюю поверхность. Все время дышим комфортно. Дышим комфортно. Вдох. Вдох. ногу в сторону. Через полукруг. Заводим ее назад. И возвращаем колено к колену. Итак, вторая нога. Ставим точно так же. Перед собой. Пятка перед коленом. Или колено-пятка на линии. Как вам комфортнее. Воздушную кость. Воздушную косточку это вот здесь. Разворачиваем и тянем вниз. Спина ровная. Тянемся. Если вам так же не комфортно, то есть у вас не получается держать, например, руки на бой, вы не можете удержать баланс по каким-то причинам, вы так же можете использовать книги или бокс. кто хочет усложнить. Козы бойны. Прогиб назад. Тазом тянемся вниз. Делаем глубокий вдох. И на пылье проводимся еще глубже. Часто как растягивается. Увеление поверхности приобретаем. В моем случае правой ноге. Опускаем руки вниз. надо оказывается между рук. Таз проваливаем вниз. Разворачиваем поддожные кости. Направляем поддожные кости. На самом деле, это очень большая ошибка, когда мы с вами делаем упражнение на шпага, вот в таком вот разворотом, раскрытом положении. Таз всегда должен быть закрыт. Старайтесь проконтролировать этот момент у себя, если нужно, исправьте. Вдох, нос, выдох, вдох. Выдох, направляем. В область максимально не раздяжена. На данный момент у вас поменяют уверение поверхности бедра. Правда. Итак, сейчас опора на носу. Далее. Стоим на ноге одновременно вытягиваем колено. Смотрите, стопа должна быть полностью, но по углу достичь. Но именно сторона стопы растягивается. То, что вы ее чувствуете, это нормально, это очень хорошо. Разворачиваем таз, посочную кость. Направляем вниз. Слушайте живота в томосе. Стараемся лежать ровно. Удеваем носок на себя. И опускаем вниз. Снова на себя. Опускаем вниз. И еще раз. Вдох. И выдох. И еще один раз. Чувствуем задний поверхность бедра. Опускаем вниз. Опускаем колено. Опускаем стопу. Из этого положения уходим в предпенсацию. Оттягиваем таз назад. Выпрямляем колено. Немного потягиваем к себе. Чтобы у нас забедренность суставов и колено оказались на одной линии. Тянемся грудной клеткой. Передний поверхность бедра. Чувствуем как растягиваться задняя поверхность. Наги полностью. Основной подколено. Сухожилия. Я чувствую особенно. Задняя поверхность бедра. Видео с бедра. И сейчас достаточно сильно тянется. Задняя поверхность бедра. Замечательно. Итак, сейчас на ногу отводим с вами прямую ногу. Мы ни в коем случае, смотрите, мы не скрипаем, мы не подтягиваем себя. Мы прямую ногу отводим в сторону через круг. Мы возвращаем к себе колено к колено. Очень хорошо. Сделайте вдох. Немного расслабимся, выдох. Выведите ноги вперед перед собой. И повибрируйте ногами для того, чтобы нормально терпляться кровью в ногах. Замечательно. Компенсация после упражнений на правильный шпагат. Это бабочка. Если мы с вами закрываем компенсацией таз, то здесь мы наоборот таз раскрываем. Немного попружить коленями. Спина ровная. Выдох. И вдох. Замечательно. Все сложительные позиции по турецке. Я с вами потяню немного руки. Сейчас я повернусь к вам спиной для того, чтобы вам было лучше вида, какие упражнения я буду делать. И так. Правую руку. Заводим сейчас назад. За спину. Смотрите. Если она у вас сейчас где-то примерно вот здесь. Ничего страшного. Это абсолютно нормально. Второй рукой помогаем себе локтям руку чуть-чуть потянуть больше. Если вы можете развернуть ладони, положить ее вдоль позвоночника и при этом потянуть еще выше, тяните. Утягиваемся замок и вверх. Спина ровно. И как бы выталкиваем вверх грудную клетку, стараясь выровнять позвоночный столб. Чудесно. И сейчас мы аккуратно опускаем левую руку, не меняя положение руки внизу. Мы с вами заводим руку назад. И смотрите. Нам не нужно руку никуда тянуть. Нам достаточно положить ее между лопатками. Возможно, у кого-то это нам решит. То есть мы не тянем руку за голову. Если получается, сверите руки в замок. Следите за тем, чтобы у вас локоть был направлен ровно в потолок, макушка ровно в потолок. Локоть на голову не давит. То есть он практически не касается. И если получается, отведите локоть немного в сторону. И верните в исходное положение. Снова в сторону. И в исходное положение. Хорошо. Опускаем руку вниз. И сейчас его очень спокойно. Аккуратно. Мы возвращаем руку. Вперед. Разворачиваем. Хорошо. И сбрасываем у себя все напряжение. Можно с обеих рук. Замечательно. Вторую руку. Маним. Маним. Еще на левое. Заводим руку назад. Это может быть здесь. Здесь. И вот здесь. Правая рука помогаем себе. Держим. Берем себя за локоть. И подтягиваем выше. Держим. Руки опускаем. Руки опускаем. Если у вас сейчас рука на данный момент здесь, вы все равно почувствуете, как растягивается плечо. Ланок очень хорошо растягивается здесь. Выталкиваем. Выравниваем спину. Прекрасно. Итак. Опускаем правую руку. Заводим назад. Если получается, берите руки в замок. Если не получается, вы прямо кончики пальцев можете держать. Выталкиваем в потолок локоть. Следите за тем, чтобы вас не давил локоть на голову. Хорошо. Отводим локоть в сторону. И в сторону ложа. Очень хорошее упражнение для плечевого сустава. Мягко. Аккуратно отводим в руку. Еще один раз. И сюда. Опускаем руку вниз. Очень приятно выводить плечевого руку. Аккуратно. Разваживай. И сбрасывай все напряжение. И спрямься в позицию подрядки. Ногон головы наверно влево. Положите руку сейчас себе на затылок. Разверните. Опустите голову вниз. В груди. Разверните подбородок к плечу. И вот из этого положения чуть-чуть поверните подбородок чуть вверх. Не сильно. Очень осторожно. Потому что можно почувствовать достаточно резкое натяжение в области шеи. То есть самая крупная мышца шеи сейчас у нас растягивается. Вы можете даже потрогать ее. И даже если как она напряглась. Спина ровная. Участливо. И на другую сторону. Напол. Направо. Подбородок. К плечу. Руку на затылок. Потяните чуть-чуть больше вниз. Лоб. И так. И подбородок чуть-чуть вверх. Диагонально. До первого ощущения натяжения. Старайтесь прокатровировать, чтобы оно появилось в мягком и врезке. Диагонально. 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 И до самого конца мы продолжаем удерживать концентрацию. Диагонально. 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 Након. Главно-правно. Диагонально. Диагонально. Мягкий перекат. Полукруг справа налево. Слева направо. Зад. Шею. Замечательно. Сделайте глубокий вдох. И выдох. Еще раз вдох. Все напряжение. Все, что за первым уроком не ушло, все прекрасно. Отлично. Сложите руки вместе. Опустите двери с собой на лоб. И поблагодарите свое дело. Всем большое спасибо, что были со мной. Всего доброго.